И сразу начнем с вопросов, которые тут спонтанно возникли в начале ко мне, по поводу того, откуда мы дивиденды все-таки получать будем и будут ли... Я остановлюсь на последнем высказывании Алексея Дьякова. Он пишет, что первый вопрос был, значит, дивиденды мы получим со всех прибыли от проектов заказов, которые выполнит GTI. А, это я отвечаю, вопрос был другой тут. Владимир, сразу вопрос, мы получим дивиденды только с дорог или с агро и домов, то есть, ну, как бы из других проектов, о которых постоянно идет речь и так далее. Нам надо понимать правильно, что установка и вся структура создана таким образом, что и пока практически сейчас вся логика, правовая логика выстраивается таким образом, что генеральным подрядчиком и партнером всех управляющих компаний по всем проектам, которые сейчас в определенной стадии уже, как бы, работы находятся, является Global Transport Investment. То есть, учредитель нашей компании, вот, и это говорит о том, что прибыль будет поступать со всех проектов, которые берет на себя Global Transport Investment. Общая концепция такова, что будет ли, как вот тут Алексей пишет, что не совсем ясно или, вероятно, могут быть и другие, значит, но ведь возможно, что как раз комплексные проекты будут под другой компанией. GTA останется только владельцем. Нет. Она останется и есть, и останется владельцем технологий, но одновременно она будет и... Она может создать какую-то компанию, но она в любом случае ее создаст таким образом, чтобы она вела бы, ну, какие-то работы и так далее. Могут быть, естественно, может быть, жизнь потребует 3, 5, 10 компаний создать. Все может быть. Но в любом случае поток будет идти через JTI. Это всем выгодно в первую очередь J, Global Transport Investment и во вторую очередь нам. Или в первую очередь и Global Transport Investment и нам тоже. Так что здесь возможны различные варианты. Время, когда будет подготовиться IPO, покажет, какие изменения нужно будет провести, потому что, как вы слышали, к сожалению, YouTube не дает пока возможности нам в Мирополисе, на площадке, в которой мы с вами работаем, показывать видеоролики. Если внимательно просмотреть двух, там, двух с половиной, ну, почти трехминутный ролик по визиту, значит, индийской делегации, там вы могли заметить, что с ними приехали швейцарские консалтинговые компании. То есть привлекаются индусы, привлекли консалтинговые компании, которые им помогают, как бы, правильно выстроить правовые, там, и другие вопросы. Скорее всего, и одним немаловажным вопросом является и выстраивание финансовых потоков взаимоотношений, партнеров, проектов, которые будут в Индии. К сожалению или к счастью, мир таков, сейчас везде нужны консультанты, потому что все непросто. Да, Танат, вы абсолютно правы. Пока это так, я надеюсь, что это все будет продавать просто. Компания может... Нет. Гуркин Алексей. Значит, франшиза по основным вопросам не будет продаваться, а по целому ряду мы сегодня остановимся немножко на этом вопросе, потому что у нас была дискуссия в чате, была дискуссия по поводу того, а как же мы все-таки строить будем. Там мне кто-то там посвистывал, задавал вопросы, что да-да-да-да, мы там нароем, значит, это самое. Мы будем там годами строить эти трассы и так далее, что вы представьте. Естественно, конечно, в старой логике или в логике, ну, скажем, обычных проектов это все непросто и даже трудно укладывается в голове. Я постарался сделать кое-какие ответы вам, чтобы немножко пролить свет. Многих вопросов, к сожалению, сегодня даже еще и КБ не знает, но о них думают, подготавливают. И вы понимаете, что вместе с этой технологией, вернее, с технологией Skyway рождается технология строительства. Это же не так, что вот, опа, взяли и построили. Сейчас, как вы поняли, и мы все видим, что все делается практически, ну, маломальски вручную в экотехнопарке. Где-то конструкции подготовили, их подвезли в экотехнопарк, установили и так далее. То есть все делается так, чтобы отработать технологию, понять, как это рационально делать и так далее. Об этом мы немножко тоже поговорим, поэтому это все очень важно. И правильно, это хорошо, что мы об этом думаем. Поскольку вопрос возникает, это тоже сигнал, дорогие друзья, к тому, что мы радеем за проект, это раз, потому что мы уже вкладчики, это наш проект, пардон, это, ну, это на нас уже работающие. То есть мы радеем о своем предприятии, о своем концерне, о своем мощном, образующемся всемирном, в хорошем смысле этого слова, синдикате мировом. Вот, и это правильно. Но, с другой стороны, мы и развиваем себя, и пытаемся понять, а что и как, и готовимся к тому бизнесу, который возможен, и которому надо готовиться, и об этом тоже будем сегодня говорить. Итак, дорогие друзья, значит, немножко должен появиться новый вид транспорта, вертолет, может быть, можно тут импровизировать, Алексей. Да, правильно, правильно, там, скорее всего, я думаю так, что это будет целый комплекс так называемых, значит, комплексных модулей, которые позволят, там, не заниматься какой-то, там, опалубкой, там, и прочим делом. Просто это будут модули заливки, модули, там, установки, модули закреплений и так далее. Все возможно, и как максимально они будут все автоматизированы, роботизированы. Только операторы будут этим делом заниматься. Иначе там в один день десятки, сотни километров не построить. Но, к этому немножко позже. Но, поскольку я сейчас вещаю, общаюсь с вами, дорогие друзья из Тбилиси, вам, вероятно, интересно знать, с какого этого самого весеннего настроения здесь появился. Вы знаете, значит, не буду всю длинную предысторию рассказывать, пригласили нас сюда наши тбилисские партнеры, в первую очередь инвесторы, которые, ну, как бы являются уже нашими партнерами с Кавей Кэпитал. Вот, мы сюда заслали информацию, кстати, заслали вот эту справку. Помните, да, вот эту справку заслали сюда. Вот, ознакомительная справка, и она вчера сыграла очень хорошую роль. Мы встречались в Министерстве экономического устойчивого развития экономики. Она так называется в Грузии. Вот, и на столе лежала у директора департамента развития транспорта и коммуникации, лежала вот эта справка. Он очень хорошо о ней отозвался, обозвался, значит, и сказал, что вы знаете, вот спасибо, что вы прислали, это не я отсылал, а отсылали партнеры из Литвы, вот, и отозвался, сказал, вы знаете, мне сразу стало все ясно, и когда я посмотрел два коротких, у меня больше просто времени не было ролика, который тоже я рекомендовал, чтобы их прислали, вот, он сказал, что мне практически возможности системы сразу стали ясны. Теперь меня интересует, а где можно рукой потрогать, где можно посидеть? Я говорю, ну, жаль, что вы не были на Инотрансе в Берлине, вы там могли бы посидеть уже в Юнибайке и в Юнибусе, кстати. Вот, приезжайте 1 июля, но он сказал, это интересное предложение, будем смотреть. Вот, потом обсуждали целый ряд интересных возможностей. Конечно, чиновники, они такая своеобразная, как бы, когорта людей. Я тоже бывший чиновник, к сожалению, ну, к этому обязывают и политические влияния, и политические факторы, которые влияют на чиновников, должностные и так далее, потому что они за все отвечают и ни за что не отвечают, с одной стороны, а с другой стороны, если что-то не так, то сразу ищут стрелочника. Поэтому речь зашла о том, какой мог бы быть пилотный проект. Мы потрогали, потрогали немножко пару вариантов по Тбилиси. Они вспомнили сразу, что строится новый порт на Черноморском побережье в Грузии, да, это абсолютно новый порт, нужна абсолютно новая логистика. Они задали вопрос по стоимости, себестоимости определенных единиц. Я, что мог, им ответил, они сказали, вы знаете, даже уже вот эти ответы создают определенные интересные надежды. Значит, у нас еще финансирования как такового нет. Мы вполне можем рассматривать то, чтобы эти варианты взвешивать как альтернативные варианты, и по мере развития и строительства самого порта будем уже смотреть, как это вписать, возможно, с поддержкой именно грузового движения, логистики построить на базе Skyway, не говоря уже о том, что транспортные проекты. Очень хорошая была встреча вчера, был очень насыщенный день, встреча с, значит, директором департамента городского транспорта, и был еще представитель мэрии, не буду его называть его должность, очень высокая должность. Вот он так внимательно слушал в конце, сказал, что вы знаете, я всю эту информацию как бы обсужу с департаментом, и берем времени, один месяц, попросил разрешения, значит, обращаться напрямую с вопросами, вот, и я обещал, что любые конструктивные вопросы получат и конструктивный ответ. Вот, да, 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 порт Ванак Ливия, да, да, Артур, правильно. Вот, и поэтому, значит, все это очень важно. Что показывает? Показывает то, что интерес есть, вероятно, мы завтра утром будем выступать на бизнес-телевидении, здесь нас пригласили в 11 часов на передачу, вот, интервью будет, и такая площадка в небольшом формате будет возможность ознакомиться, бизнес-мир Грузии с возможностями Скайвей. Так что следите за информацией, дорогие друзья, а мы сейчас пойдем дальше. Какой канал? Не знаю, я точно не знаю, вот, к своему великому стыду, но я попрошу, чтобы была бы... Так, Алексей, дякую за свой ВСН, но хотел бы войти в... Я хочу поставлять... Да, это хорошо, как такое сотрудничество. Алексей, это частный вопрос, значит, он интересный вопрос, вы пишете, значит, что, например, хочу поставлять сварочную проволоку от ведущей мирового... Да, это абсолютно возможно, почему бы и нет, но вы понимаете, дело в чем, что кому поставлять Скайвей, это генеральный подлядчик. Вот давайте разберем, Алексей, этот вопрос. Значит, много предложений идет там и по, значит, прямоугольным трубам, и по разным вещам, что вот у нас есть там по бетону там и так далее. У нас есть, вы знаете, это, конечно, если подрядчик, который берется или который выигрывает определенный, как бы, или проходит, даже не выигрывает, а проходит сертификацию, сертификацию проходит на то, что все его возможности и способности соответствуют требованиям строительства структурных комплексов, транспортных структур именно вот Скайвей, то, естественно, будут, одним из критериев будет то, какова должна быть сварочная работа. А уже это его задача, откуда и как он будет поставлять. Да, те, кто являются инвесторами Скайвей, будут получать дополнительную информацию, и у них будет возможность поставлять эту, значит, глобально эту проволоку и так далее. Но будет, Алексей, еще целая серия адресных проектов, которые, ну, скажем так, они будут менее такие глобальные, какие-то региональные, там, полтора километра, там, или 10 километров и так далее, там абсолютно это предмет бизнеса, это надо делать предложение, свое бизнес-предложение, показать аттрактивность этого вопроса, в первую очередь доказать, что это соответствует всем мировым требованиям, требованиям, во-первых, самой системы Скайвей, и тогда можно уже дальше говорить. Я не знаю, будет это запись, Артур, или это будет прямая трансляция, поэтому не могу ничего сказать. В любом случае я постараюсь получить запись, и тогда она будет вам показана. Я имею в виду насчет телевидения. Итак, дорогие друзья, значит, столько вам по поводу Тбилиси. Много договоренностей есть, потому что очень интересные. Вчера, а, еще была встреча вчера с группой предпринимателей, где-то 15 или 18 человек было там, по-разному, как считать. Вот, потому что частично остались еще и представители структуры власти еще на эту встречу. Вот, и там задавались абсолютно профессиональные вопросы, интересно взвешивались возможности, и меня даже как-то вот, ну, порадовала эта встреча, потому что грузинские наши друзья, коллеги подготовили эту встречу, люди были очень позитивно настроены, вот, и как бы были соучастники процесса, потом они благодарили за такой, как бы, ну, полной возможности обсудить все, и оттуда выстроилось уже где-то порядка трех таких дальнейших подготовок, и были даны, ну, по мере возможности, как бы, так называемые мои рекомендации, и рекомендации, что надо сделать, и мы договорились, что не позже первой половины середины июня мы снова будем здесь, в Тбилиси, если они подготовятся и будут готовы продолжать работу. Вот такие, такая информация, дорогие друзья, это по поводу моего визита сюда, в Тбилиси. Теперь вернемся обратно к нашей теме, сегодня правовые вопросы в проекте Skyway. Организационно-правовые, видите, здесь наверху почему-то съехало это описание, при переносе сюда, вот, тут она вскрыт, организационно-правовые вопросы, но суть не в этом. Будем смотреть, что мы хотели здесь говорить. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению наших родных вопросов, хотелось бы поговорить о времени, поскольку коллеги сбросили в чат, в чате у нас был, был даже видеоролик, видеосюжет по закону времени, вот, я хорошо знаю разработчиков и авторов КОП, то есть концепции общественной безопасности, и ДОТУ, то есть достаточно общая теория управления. Достаточно долгое время, ну как достаточно долгое, 2009-2015 год, вот, мы сотрудничали достаточно активно с тогдашним ректором, он два срока был ректор Санкт-Петербургского государства аграрного университета, Ефимов Виктор Алексеевич, он много выступает, можете посмотреть, послушать, он очень эрудированный, архиэрудированный человек, вот, и он хорошо рассказывает, и причем он наизусть цитирует Пушкина, у него есть практически на все достаточно интересные комментарии на то, как вообще, что в мире происходит, поэтому я, ну, по мере того, насколько я праве что-то вам говорить, хотел просто обозначить для вас то, что было в том видеоролике, потому что я тоже кое-что об этом знаю. Закон времени. Что для нас важно, вот, с моей точки зрения, за что купил, за то продал. Смотрите, здесь видно, что, видите, до нашей эры, тысячи лет, да, процесс можно рассматривать как эталонная частота биологического времени. Она практически идет все время дальше. Что такое биологическое время? Можно считать, или, по крайней мере, так считается, что это поколение, цикл смены поколений идет шагами по 25 лет. Это достаточно удобно, такое теоретически практическое рассмотрение. И это скорость смены поколений, а, вот здесь и написано, 25 лет. И это идет, 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 и оно идет достаточно синхронно, несмотря на то, хотя можно поспорить, что тысячу лет до нашей эры, даже еще и первое тысячелетие нашей эры, люди жили значительно дольше, чем, значит, одно поколение 25 лет, но нарождалось, понимаете, нарождалось каждое новое поколение в ритме 25 лет. А жили люди значительно дольше, там, по 150, по 300 лет и так далее. Но это другая история, поэтому берем за основу то, что цикл, синхронный цикл нарождения поколений идет одним ритмом, биологическим ритмом тысячелетиями. Но, смотрите, чистота социального времени или социальных изменений, она абсолютно меняется и все время сжимается, знаете, как пружина, сжимается все более. Вот если мы возьмем период до начала прошлого века, до 1914 года, то это были одни ритмы, мы не вдаемся в подробности. Дальше время начало, предположим, что период от 1914 года до 1940 года, практически, скажем, начало Второй мировой войны или Отечественной войны, для кого как, оно было более-менее совпадало, то есть соответствовали, и поэтому социальные процессы шли так, как они шли, но дальше, после войны, начала, рассинхронизация пошла, то есть очень мощно начало изменяться. Технологии начали развиваться, господствующие технологии, информация, переработка, передача информации ускорилась, и они постоянно в геометрической прогрессии увеличиваются. То есть сегодня можно рассказывать вообще умопомрачительные цифры, сколько информации сейчас передается, перерабатывается, и это увеличивается, ну, просто немоверными количествами. Поэтому здесь ритм биологический не меняется, а так называемая частота времени, смена господствующих на ноги информации, то есть социальных ритмов, социального, той среды, в которую мы приходим прожить свою жизнь, она очень жестко меняется, уплотняется и ускоряется. О чем это говорит и что надо здесь понять? То есть жить старыми стандартами, которые сложились, ну, веками, скажем так, не тысячелетиями, а веками, уже невозможно. И это является одной из первейших причин тех кризисов, в которых мы сейчас просто, ну, как бы сидим по самые-самые макушку своей прически. Поэтому вот такова и основа. И это нельзя не учитывать, дорогие друзья. Мы не можем всунуть в голову, и не учитывать. Продолжение следует... 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 Не идет. Да, я вынужден сегодня прекратить наш вебинар. К сожалению, интернет вроде бы есть, но он не пропускает всего. Так, как сейчас меня слышно? Плохо слышно или слышно немножко, да? А, отлично слышно, ну вот видите, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, пойдем дальше. Тогда не будем сейчас закрывать нашу тему. Вот, и дальше переход к представленной новой организации общества. Сообщество к новой истинной роли человека разумного. Значит, сегодня мы на этом, единственное, что я еще вам хочу показать, что такое протезы, Ирина. Протезы это то, что продляется функции человека. То есть делается протез, который там, вот я же говорил, что поднять груз, что-то увидеть, что-то услышать, передать голос и так далее. А это не совсем естественно. Это технократичный проход и развитие. Следите за чатом. А, за чатом? Слежу. За каким чатом, Алексей? Почаще. Хорошо. Буду смотреть. Да вот я поглядываю, Алексей, что тут делает. Значит, смотрите, значит, и что очень важно, пирогами довладения управленческими знаниями толпоэлитарном обществе. Мы находимся, к сожалению, пока еще в толпоэлитарном обществе, где у нас глобальный предвиктор или же, как называемое, глобальное сословие, оно управляется знахарским способом. То есть мудрят товарищи. Где-то в середине находится золотая элита. И толпа, это вся внизу, которая здесь практически является биологической основой всей жизни. Но, с другой стороны, методология и фактология закладываются вот на этой высоте. Это мозаично организованное целостное знание. То есть более-менее обо том, что происходит и куда мы идем, формируется все здесь. Здесь далее калейдоскопичные организованные частичные знания подаются вот в эту часть элиты. Они тоже не все знают, да. Вот. И беспорядочные фрагменты зданий даются сюда в основу. То есть основной массе, толпе, так называемой. Это пирамида владения знаниями. Поэтому, дорогие друзья, новые технологии, новые взаимоотношения социума, они потребуют изменений. И к этому мы все сейчас идем. Кобу читали, знаете. Это хорошо, то вы знаете. Поэтому не все это такие умные. Ра и я. Или, скажем, не то, что умные, не все информированные. Поэтому это маленькие такие нюансы. Об этом мы не будем сегодня говорить. Напоминаю вам. Мы с вами находимся на девятом этапе. Вот акции инвестиционные, под инвестиции 7 миллиардов, под 25 миллионов инвестиций. Это у нас девятый этап. Десятый этап надвигается. Для чего я это говорю? Для того, что горизонт инвестирования в транспортные адресные проекты на первые три года до 300 миллиардов. Почти до 300 миллиардов. Это до 65 тысяч километров дорог уже, дорогие друзья. Задумайтесь, какой мощный бизнес у нас стоит впереди. Я уже не говорю об этом мелком бизнесе. Здесь по этапам развития и завершения строительства эко-технопарка и всех, скажем, первых таких шагов. Поэтому здесь мощнейший. Я позволю себе напомнить схему, о которой мы говорили. Инвестор, предприниматель, кто ты есть? Ты, кто сегодня находитесь здесь? Те, кто участвует в этом процессе, еще придут и здесь есть. Еще раз повторюсь, у нас есть два возможностей. Первая пара. Это опять плохо слышно, что ли? Звук, опять звук ушел. Опять звук. Ну что ты? Опять хрип. Как сейчас? Сейчас немножко лучше, да? Отлично. Ладно, пойдем дальше. Вот я буду тогда перезагружать. Создаем бизнес. Это MLM или системный бизнес. Это создаем структуру, формируем команду, работаем с вами. Это все равно все нужно делать. Получая поддержку ассоциаций или же компании, веду бизнес-инвестора сетевого, многоуровневого сетевого маркетинга. Это неплохое, неругательное слово MLM, дорогие друзья. Это метод, которым сейчас пользуются. И он не совсем вписывается в понимание тех, кто, скажем, управляет миром. Это те, кто привыкли мощно зарабатывать. Поэтому MLM это средство, которое будет очень использоваться много и уже используется. И со второго сетевого портфеля акций, становлюсь как бы совладельцем, начинаю копирироваться, вхожу в ассоциацию, ассоциируясь по разным там поводам, или же это ассоциация инвесторов, или же какие-то другие ассоциации, активизация акций через адресные проекты своих акций, мы об этом говорили, и инициация адресных проектов. Это все возможности бизнеса, дорогие друзья. Поэтому это нельзя не учитывать. Что у нас есть, какой ресурс? Правовой ресурс, маломальский есть, инвестиционные пакеты, шикарные пакеты есть. Я здесь разговаривал с большим специалистом по маркетингу, многоуровневому маркетингу в Грузии, не буду называть в какой системе. У него несколько бизнесов и в Турции, и в Грузии, и в Азербайджане. Он сказал, что очень хороший маркетинг у вас, организационный ресурс есть, есть, информационный ресурс полный, среда общения, обмена опытом какая-то есть, не хватает пока. Но у нас, как вы знаете, и форумы, и семинары проводятся, вебинары, мало у кого так, системно это все. Финансовый ресурс. Вот передача и работа с финансами должна была бы быть лучше. Даже из космоса палки вставляют. Ну да, вставляют, вставляют. Значит, дубликация, дубликация. То есть дублицироваться надо. Это наше средство. То есть как я могу работать? Я просто то, что делаю я, передаю. То есть в семье же тоже должна быть дубликация, дорогие друзья. То, что я или ты, или кто-то, мы учим детей как? Мы не тем учим, что мы им в голову убиваем. Они смотрят, как мы сами делаем. Так должна и в системе, в которой мы ведем бизнес, вот в этой системе мы начинаем вести свой. Или этот бизнес, или этот бизнес. Дубликация. Инициация адресных проектов. Сделал один проект, начинаешь его дублицировать. Или же, какова твоя задача, и как ты себя видишь? Если сделал один проект, можешь идти дальше, не хочешь, не иди дальше. Но эти возможности есть. И задавай себе вопросы. Жизненный признак инвестора-предпринимателя. Ты инвестор-предприниматель или нет? Как можно понять? Посмотрел в зеркало, вроде инвестор. Посмотрел и отошел от зеркала, вроде нет. Нет. Сумма инвестиций твоя. Не важно, какая она, но следи за этим. Растет она или не растет? Она не должна как-то бластнословно расти. Нет. Динамика должна быть. Второе. Количество личных инвестированных программ, пакетов. Прочитано столько-то страниц книги в день. Одной. Выбери. Спланируй это. Не собирайся, что вот я в отпуск пойду, тогда почитаю. Это все ерунда. Каждый день можно читать по 10 страниц. Через 30 дней уже 300 страниц прочитано. Или же через 30 дней собраться и начинать 300 страниц. Но это, извините, надо очень сильно освободиться через 30 дней. Послушать один плюс один вебинар в неделю. Очень важно, дорогие друзья. Мы вроде бы и повторяемся, вроде бы и не повторяемся на этих семинарах. Начиная там от Сибирякова, Суходоева, от Маслова заканчивая. Там теми же встречами лидеров у Ирины Волковой. Та же самая Лариса Артамонова, другие коллеги. Тарасов выступает. Он вроде повторяется, а вроде бы не повторяется. Понимаете? То есть все постоянно выступают вместе с другими и растем. Так, тут ничего, меня слышно-слышно. Значит, смотрите. Я на всякий случай перезагрузил. Так, смотрим дальше. Значит, у нас происходит так, форум, Экофест участвует. Сколько, значит, провел встреч, презентации технологии маркетинга, обеспечил столько-то инвесторов, 5, 10, 20 инвесторов, участвовал в семинарах, в скольки, участвовал в форуме, съездил на Экофест, пригласил и привел на форум людей, приглашенных на презентационный семинар за месяц человек. Один. Значит, ты ничего не делал, ни с кем не работал. Может быть, времени было, да? Но это показатель твой, насколько ты живой, насколько твои признаки живого предпринимателя за этот месяц. Установлены цели на месяц. Установил, не установил. Не установил, значит, опять признак слабенький. Этот орган плохо работает. Консультация по дублированию. Горизонталь и вертикаль структуры. То есть, сам ты кого-то консультировал, а ты у кого-то с кем-то свыше консультировался, задавал вопросы на чате, может быть, в личном чате общения. То есть, если ты задаешь вопросы, значит, ты развиваешься. Не задаешь вопросов, значит, или ты очень умный, или ты не развиваешься. Вот и все. Как быть положительным и конструктивным. Вот признаки жизни инвестора-предпринимателя. И только тогда можно развиваться. И теперь дальше, дорогие друзья. Значит, с этим мы сейчас не будем разбираться. Очень важно хочу обратить ваше внимание. Задают вопросы, а когда дивиденды, а сколько, а будут ли акции продаваться, а будут ли они покупаться. Смотрите, еще раз напоминаю. Посчитано, что на девятом этапе усредненная себестоимость одной акции для инвестора. Назовем это себестоимостью. Или так называемая залоговая стоимость одной акции примерно 0,9 цента. Не доллара, а цента. Один цент и чуть меньше одного цента. С десятого этапа это будет уже 1,2 цента. На четырнадцатом этапе 4 цента. А номинальная стоимость как была, так и есть 1 доллар. Понимаете, да? Но на предыдущих там было 0,1 цента. Даже меньше одной десятой цента была себестоимость. Понимаете, да? И вот теперь возникает вопрос. В прошлый раз я примерно привел стоимость, и кто-то там сказал, о, неужели так дешево? Нет. Я просто говорю, какова себестоимость. Поэтому, когда компании есть... Ну, представьте, что вы предприниматель, бизнесмен. Компания Евразия Нарелоская Авиа Системс Холдинг. Когда уже в системе инвестирования себестоимость 1,2 цента, то компания может выставить, да? То есть она как бы принимает инвестиции за одну акцию вот столько-то центов. За 1 доллар она принимает, отдает доллар, а принимает столько-то центов. Теперь она может скупить все те, которые были, ну, я не знаю, там, полцента. Здесь 1,2 цента, полцента акции на каком-то, кому-то там выгодно, она по полцента начинает скупать, а перри, как бы, отдает снова во второй оборот вторичный по 1,2 цента. То есть она начинает уже получать с одной сделки, начинает получать прибыль. И эта прибыль идет не в компании, а нам. Это в нашу копилку идет прибыль. То есть с 10, не раньше этапа, с 10-11 появляется смысл, экономический смысл в старых понятиях, дорогие друзья, к сожалению, в старых экономических понятиях появляется смысл делания бизнеса. Значит, акции 1,333 миллиарда акции, откуда вы столько взяли? Ну, примерно так, хорошо, ладно, я понял вашу логику, сколько всего акций на продаже. На продаже Казахстан, Скайвей нету никаких акций. Есть инвестиции и залоговые акции. В каждой компании, в каждой Евразиан Рейлс Кавейс Системс Холдинг 1, не один, а просто Евразиан Рейлс Кавейс Системс Холдинг 2. В той и другой 60 миллиардов, чуть больше 60 миллиардов, получается 133, там кто-то посчитал, да? Но, значит, пока компании, головной компании, чтобы сохранить логику перед выходом на IPO, нельзя ни в одной компании, а как бы больше половины голосов отдавать в чужие руки. Поэтому 50% минус одна акция должно быть, плюс одна акция должно оставаться у владельца компании, учредителя, и это там оставляется. Поэтому сейчас пока в работе 60 миллиардов, 30, минус 2 акции. Понятно, минус одна акция в одной и минус одна акция в другой. 60 миллиардов акций минус одна в одной и минус одна в другой. В целом находится в залоге, как бы, под инвестицией. После закрытия входа на Корневую, Ницкий не продает свои акции на бирже. Нет, вы понимаете, дело-то в том, что на бирже никто ничего продавать не будет сразу. Значит, это ваше предположение или... Какие мои предположения? Это не мои предположения, это все есть у нас, Ирина, в этом самом... в личном кабинете, вы можете там посмотреть. Это не мои личные предположения, это и вопросы, которые задавались. И Виктор Бабурин отвечал на эти вопросы где-то даже, по-моему. В кулуарах ничего не обсуждается. Значит, после закрытия входа на Корневую не продает свои акции. Стоп, кто-то там очень сильно быстро дернул, как не продает свои акции на бирже. Нет, он продает на бирже, но дело-то в том, что не обязательно закрытие должно быть. То есть критерием является для выхода на биржу мировую, это продаваться и выводиться будут свободные акции, дорогие друзья. Не наши акции, а свободные акции компаний Global Transport Investment и EuroAzen Railway Systems Holding. То есть так мы вместе выезжаем в одном вагоне с теми местами, которые не проданы еще, понятно, да, мы сидим на своем местах, у нас билеты есть, вот, и этим самым ценность наших билетов, наших билетов, которые мы купили, повышается. Так, после закрытый, так, Владимир, это ваше предложение? Так, 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 когда за акции можно получить хоть доллар? Дмитрий, но реально они виртуальные и словесные. Дмитрий, вы знаете, что? Значит, приходите на вебинар и узнаете, когда. Вексель вам никто не выдаст, когда. Тогда, вот, ответ, тогда, когда, значит, откроется вторичный рынок. Вы зададите вопрос, когда вторичный рынок откроется? Вторичный рынок откроется тогда, когда это будет выгодно всем, понимаете? То есть, когда будет выгодно выходить на этот рынок, а не просто так взять и сдать звук пустой. Вот, мы хотели получить по доллару, а вот получили по центу, понимаете? Это значит, а что регулирует то, что получим мы доллар или получим цент? Это то, сколько заказов в работе будет на тот момент, понимаете? Вот, выгодно ли покупать другим тем, кто будут вот эти свободные места в тех вагонах, которые половина от Евразиан Рейс Кавейс Систем Холдинг и от Евразиан Рейс Кавейс Систем Холдинг 2. Те половины акций покупать будут. Выгодно им их покупать или нет? Понимаете? Когда уже они будут выведены на биржу? Вот ибо есть критерии, дорогие друзья. Правильно. Ну, не один, Дмитрий, одного немножко маловато будет, понимаете? Хотя это тоже критерий. И вполне может быть, Дмитрий, критерием и то, что хоть один, значит, адресный проект уже введен, как минимум, и существует уже очередь от Москвы до Парижа, значит, заказов еще, как вот там я вам показал, да? Видели здесь, сколько заказов у нас здесь? Видите? Вот, на 300 почти миллиардов. Ну, это уже серьезный раздовор, дорогие друзья. 300 миллиардов заказов у компании. Так. Так, ладно, это мы сейчас пройдем. Значит, организационная особенность адресных проектов, дорогие друзья. Давайте на этом немножко остановимся. Когда вы поставили, не зря он будет. Есть ли это в наших силах, то... Ринди, пожалуйста, рекламные баннеры в личный... Какие рекламные баннеры, не знаю. Товеринди, пожалуйста, рекламные баннеры в личном кабинете. Не знаю, что за баннеры в личном кабинете. Ну, посмотрим, кто тут крутит меня. Дорогие друзья, значит, давайте... Так, давайте остановимся напоследок на организационных свободностях адресных проектов. Так, Дмитрий, миллиардов. Хорошая штука. Только жаль, что все эти заказы подписаны активной. Реальный смысл. Ну, дорогой друг, ну как же 300 миллиардов, хорошая штука. Естественно, хорошая, но какого реального смысла они не имеют? Шутка? Ну, вот видите, это шутка. Спасибо, что вы сразу поправились. А то тут у меня... Я лысый, но у меня волосы дыбом встали. Я хотел с вами немножко поспорить. Спасибо, что вы вовремя меня освободили. Значит, параллельное влияние этапов на стадии... А, ведение, пардон. Смотрите, у нас там возникла в чате дискуссия, значит, а как вообще эти проекты строить и так далее. Надо понимать, в деталях я вам ничего не скажу. Ну, не специалист в этом вопросе. Но я системный специалист. Я к этому подошел с этой позиции. Да, Кольским из реальных строителей, как бы, ну, проконсультировался. И абсолютно, ведение будет вести параллельное ведение этапов на стадии планирования строительства. Что это значит? Это значит, что наряду с определенной точки уже проекта, да, значит, проработки, предпроектной проработки, начнется ведение, ну, как бы, проектных работ. Вот. Но вопрос в том, что это мы рассматриваем с точки зрения какого-то проекта А. Мы не знаем, будем ли мы на этом проекте из точки А в точку Б строить. Но мы уже проектируем, делаем предпроектные, подготовительные, уже проектные какие-то работы, которые можно туда применить, понимаете? Потому что стандартизировано все будет, модули будут, которые можно применить как в проекте первом, так в проекте двадцать первом, понимаете? Вот. Второе, что здесь очень важно, это то, что, скажем, транспортные, элементы транспортной структуры, те же самые металлоконструкции, их можно уже начинать заготавливать вперед. Пойдут ли они в первый проект или пойдут в восемнадцатый проект или в двадцать первый? Да, там могут быть другие какие-то, но в какой-то проект они пойдут. Поэтому это самым трудным местом является, дорогие друзья, вот в нашей дискуссии то, что у нас строительство анкерных опор и промежуточных опор. Здесь тоже есть возможности, сегодня тут мы переписывались, как это дело все модифицировать и сделать как бы поточной. Сетевое матричное планирование, оно позволит абсолютно четко компоновать и стыковать по графику работы. Поэтому достаточно сильно можно ускорить весь этот процесс. Вот. Предварительная подготовка на упреждение компонентов, я уже говорил, узлов и тому подобное. Стандартизация элементов, применение модульного принципа во всем, абсолютно во всем. Поэтому это все позволит очень ускорить процесс. Причем выдвигающаяся с двух сторон установка по трассе. С двух сторон. Но по трассе может быть точка А между точкой Б, но это расстояние между А и Б можно будет разбито еще на энное количество участков. И в каждый участок может быть как с одной, так и с другой стороны начать идти. Поэтому выдвижение и транспортных структур, и строительство, и подготовка опор, все вполне может вестись как бы многомодульно. Подготовка анкера и промежуточных элементов создается специальная элементная база, их можно будет устанавливать. Как, я сегодня не могу вам ответить, я не специалист. Я думаю, и в КБ, ну, есть уже наработки, вот, которые сейчас вот получены в процессе строительства и сертификации. Ведь одним из элементов сертификации является как раз то, чтобы наработать вот эту базу, технологическую базу реального строительства, дорогие друзья. Для этого надо понимать. Так, Дмитрий, откуда такой негатив? Вымывать оборотку, покупая на никому не нужный пока металл. Вымывать оборотку. Ну, зачем оборотку, зачем покупать, такие друзья? Ведь, смотрите, вы когда-нибудь, Дмитрий, работали в таком серьезном производстве? Причем в производстве в глобальном, не в каком-то, где там колупаются и какие-то, ну, скажем так, мелкие заказы, понимание по сравнению со сковей, мелкие заказы выполняют. Или же, значит, когда речь идет о десятках тысяч километров. Это несравнимые вещи, дорогие друзья. Какая оборотка, о какой оборотке вы говорите? Это не вывывание оборотки, это планирование правильное, поточное планирование. Опоры, промежуточные опоры. Ну, Валентин, все зависит от опоры, понимаете? О какой высоте опоры вы говорите? Значит, там надо смотреть, Валентин, конкретно, о какой опоре идет речь. Поэтому не могу я вам сказать, какая цена. Да, могу только сказать, что, значит, стоимость одного километра высокоскоростной трассы от 2,5 до 5 миллионов долларов в километр. Вот и считайте. Доля самой опоры, самих опор там может быть, скажем, ну, не знаю, не знаю, вот вы задали вопрос, я сейчас подумал, надо будет у специалиста узнать. Но я думаю, что опоры где-то, ну, я думаю так, что это 40, если не 50 процентов будут занимать себестоимость одного километра. Вот и считайте, на одном километре сколько вы там опор разместите, какой метод крепления, поддержки, значит, структуры применяется на этих опорах, какая их высота и так далее, и так далее. То есть от этого все зависит. Вот так, идем дальше, дорогие друзья, и наше время подходит к концу. И вот теперь окончательно, поскольку там такая дискуссия возникла, что вот все вы говорите там о том, что давайте инвестиционным бизнесом заниматься, а нам бы хотелось заниматься другим бизнесом скорее, вот, дорогие друзья, смотрите, берите пример, значит, по-вульяновски, городская трасса рассмотрена, она разложена, готовиться надо, надо смотреть, подготавливать, и тогда будет вам счастье. Нет, это не все не со дня получается, это все надо делать пока, пока, в волонтерской основе, так как мы и в Грузии вот здесь беседовали. Они спрашивают, тут один спросил, а кто это все оплатит? Я говорю, вы знаете, это ваша задача посмотреть, как выстроить финансовую схему проекта, но это все надо предвидеть. Так, какая цена, посмотрите на сайте, да, технопарк, там есть цена всех опор технопарков. Да, по технопарку есть, спасибо, Татьяна из Москвы, да. Есть видимость цен деталей трассы, ведомость цен деталей трассы. Ну, это надо смотреть, какой трасса опять, в технопарке или в какой, конечно, есть, вам же ответили, Валентин. Так, есть, друзья, вопросы? Я сейчас практически уже заканчиваю сегодняшний вебинар, я надеюсь, что меня хотя бы в конце было маломальски слышно. Вот, если есть вопросы, задавайте их на чате, кто не на чате, подключайтесь. Еще раз вас благодарю, желаю всем хорошего вечера, завершения очередной первой недели мая последнего месяца, весны. Всем нам успехов, мудрости, любви, взаимопонимания, просветления, просвещения и благополучия. Строй сковей, спасай планету. Идем дальше. Спасибо. До скорых встреч, дорогие друзья. Спасибо.